Предательство, конечно, оно недопустимо. Либо мир, либо победа, либо выражение. Но не предательство ни в коем случае. Расскажите это, расскажите эту правду, расскажите это людям Кадырову. Расскажите людям и Кадырову про Турпола Исраилова, которого запытали до смерти, привезли тело, отдали родителям и сказали закопать его быстро, без каких-либо похоронных официальных процессий. Быстро, как собаку, закопать! Так, опять Тимур Инкуш. Амад Хадж в свое время принял тяжелое, но правильное решение, тем самым спас Ногчи от участи убыхов, а не сбежал в Польшу. А по-твоему что, воевать до последнего? Ну, когда в случае, когда, если ты воюешь, то нужно воевать как бы. Либо ты должен воевать, либо ты должен заключить перемирие, как мы это сделали. В 96-м году в Хасаюртовске перемирие. То есть, другого выхода нет. Либо ты сражаешься и погибаешь в сражении, либо ты заключаешь мир, но не предаешь. Предательство, конечно, оно недопустимо. Либо мир, либо победа, либо выражение. Но не предательство ни в коем случае. Хотя перемирие тоже, по сути, является победой. Ну, для кого-то победой, для кого-то не совсем победой, как для России это было поражение. Правда ли, что по исламу пропустить одну молитву хуже, чем убить человека? Не знаю, не могу тебе ответить на этот вопрос. Как ты относишься к однодневным бракам рака? Рака – это Рамзан Ахматович Хадыров, сокращенно, как я понял, да? Разумеется, я к этому отношусь крайне негативно. Презираю я эти явления. Так, вокруг света у нас еще затонатил. Благодарю тебя в суперчате. Так, я знаете, что хотел вам показать? Было совещание у Кадырова. Кадыров провел совещание с руководителями СМИ. Всех СМИ, которые есть в Чечне. Мой предыдущий ролик был как раз об этом совещании. На этом совещании он звонил Турлаеву, говорил о том, что якобы Масхадов ездил с российским паспортом и, в общем, прочий бред. На этом же совещании были там еще некоторые другие слова. Сейчас я покажу вам короткий ролик, буквально минута. Давайте его вместе послушаем, и потом я прокомментирую его. Ай-шалла. Надо рассказывать, что мы их делали. И так важно, что мы их верим в Кадырова, � thermопоходящий,� jurisprud nutrient. Благодаря других вещей обenziellахלה. Саусъ� целый расположена, что можно сохранить кblue tax 2000 года. Итак, для тех, кто не знает чинского языка, Кадыров клянется, он говорит, в Аллахе, клянусь Аллахом, говорит, я не говорю вам врать, я не говорю вам говорить людям того, чего нет, говорите им правду, заставляйте, он говорит, власть на местах работать, показывайте людям проблемы, и затем он говорит, что люди все равно, говорит, эти проблемы видят, они их знают, люди ходят в школы, в садики, люди сталкиваются с больницами, они все равно видят, он говорит, эти проблемы, поэтому рассказывайте, говорит, и быть может тогда мы, говорит, типа власть, мы будем исправлять эти проблемы и будем работать лучше. Вот такое вот наставление, значит, сделал Кадыров руководителям СМИ на этом совещании. Руководители СМИ разъехались по своим работам и стали активно рассказывать народу о том, какой Тумсо плохой. Плохой, плохой, еще раз плохой. Выявлять какие-то там заблуждения Тумсо, двойные стандарты, противоречия, и в общем, появилось теперь у нас несколько десятков блогеров, СМИ начали очень активно работать против меня и рассказывать людям, какой я плохой. Послушайте, Кадыров говорит, клянусь, говорит, я не хочу, я не говорю вам, говорить людям неправду. Заставляйте власть работать, говорит, расскажите людям о проблемах народа, говорит Кадыров, и вы разъезжаетесь и начинаете рассказывать людям, какой Тумсо плохой. Расскажите правду, если сам Кадыров просит вас об этом, рассказать правду. Расскажите ему, расскажите о реальных проблемах. Расскажите о Тимуре Дебишеве, который болельщик клуба «Ахмат», который актер русского драматического или какого-то там театра имени Лермонтова, который находится у нас в Грозном, которого в Ленинской РОВД забрали, похитили, я обвинил его в том, что он якобы там лирикой, то ли он ее употребляет, то ли распространяет, я сейчас не помню. Это в принципе не важно за что. И после этого его там пытали, избивали его полипропиленовой трубой, били его током, на голову одевали ему пакет, пока он не терял сознание. Таким образом человека запытали, и он все равно продолжает болеть за «Ахмат», не уехал в Европу, а уехал в Россию, из республики выехал в Россию, где-то в России сидит, болеет за «Ахмат», говорит «не хочу в Европу». Он не хочет, ну это же пятая колонна, мы же агенты Запада. Он не такой, как мы, он живет там. И рассказал журналистам о тех проблемах, с которыми он столкнулся в республике. Расскажите это, расскажите эту правду, расскажите это людям Кадырову. Расскажите людям и Кадырову про Турпола Исраилова, которого запытали до смерти, привезли тело, отдали родителям и сказали закопать его быстро, без каких-либо погоронных официальных процессий. Быстро как собаку закопать. Это уроженец села Комсомольское Грозенского района. Расскажите о Хазире Ежиеве, которого похитили у МВД города Грозного за комментарий какой-то в социальных сетях, запытали и убили. Затем отвезли куда-то в Урусмартановский район, рядом с селением Рошничу, сбросили его тело с обрыва и сказали, что он у нас сбежал, а затем случайно, видимо, упал с обрыва и умер. Несчастный случай. Даже уголовного дела ни на кого не возбуждено. Кстати говоря, по факту смерти Исраилова Турпола тоже нет никакого уголовного дела. Об этом расскажите. Расскажите о повальных пытках, которые происходят во всех полицейских и не только полицейских. В любых заведениях власти происходят пытки, тяжелейшие током, избиение трубами, дубинками, чего только с людьми не вытворяют. Расскажите об этом. Расскажите людям, Кадырову. Расскажите о повальных поборах. Расскажите о дании, которые облагают предприниматели. Любой бизнес. Малый, средний, большой, любой. Расскажите о принудительных субботниках, о принудительных футбольных матчах и прочих мероприятиях. Об этом, обо всем расскажите людям. Вот что нужно рассказывать. Вот же она правда. Вот как надо заставлять работать власти. Быть может, они исправят эти проблемы. Расскажите им об этом. Но нет, вы им об этом не расскажете. Потому что, как только вы попытаетесь это сделать, вы прекрасно знаете, что ваши тела привезут к вашим родителям и скажут закопать без каких-либо похоронных процессий. Вы знаете, что вы угодите в эти пыточные подвалы. А в лучшем случае вас постигнет участь Руслана Кутаева, Жалавди Гиреева, Аюба Титиева. Вам подбросят наркотики. Ну, предварительно вас запытают обязательно. Потому что даже Руслана Кутаева у нас пытали в здании администрации главы правительства. Поэтому пытки вам по-любому придется пройти. Но в лучшем случае вы окажетесь в тюрьме, как распространители или употребители наркотиков. И вы это прекрасно знаете. И когда Кадыров говорит, и клянусь, говорит Аллахом, я не хочу, не говорю вам говорить неправду, я не говорю вам говорить того, чего нет. Вы прекрасно знаете, что он от вас просит. Что никакой правды он от вас не просит. Вы знаете, что на самом деле он от вас просит, чтобы вы вышли оттуда и начали обливать грязью Тумсо. Это настоящая просьба Кадырова. И никакой правды он не хочет. И никакой правды вы людям рассказывать не будете. И вы можете быть уверены, сколько бы вы не накидывали фекалий на вентилятор и не обливали меня этими помоями, пока я буду рассказывать об этой правде, о том, что происходит сегодня в нашей республике, о том, о чем вы не говорите. Пока я это буду делать, я буду вас побеждать, иншаллах. И меня люди будут слушать, и меня люди будут поддерживать, пока я это буду делать. А вот когда вы станете людям говорить эту правду, тогда, быть может, я даже уйду из этого информационного поля, так как вы станете делать эту работу, которую сегодня, к сожалению, вы не делаете, а хотя должны были ее делать. Поэтому вы можете продолжать, конечно, закидывать меня этой грязью, но успеха от этого вы не добьетесь. Иншаллах.